Достоинство и честь украинцев. Под таким лозунгом в столице открыли музей антитеррористической операции. Здесь история борьбы страны против российской агрессии. Большинство экспонатов из зоны боевых действий видела их Алена Клюску. Рассказывать о героических событиях новейшей истории Украины и воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма. Такие цели музея антитеррористической операции. Не случайно его открыли на базе одной из столичных школ. Будут развиваться идеи патриотизма с самого первого класса. Будет развиваться любовь к родине, которая закладывается в семье. Это создаст взаимосвязь между семьей и людьми, которые отдают свою жизнь за Украину и нами. Теми, кто поддерживает их. Большинство экспонатов в музее передали участники военных действий на востоке Украины. Пополнил коллекцию и Виталий. В столице он проходит реабилитацию. Привез парашют. На таких бойцы проходят учения. Это память. Это память о Майдане. О погибших военных в зоне АТО. Это память. Мы с побратимами чем могли, тем помогли. Экспонаты расставлены по хронологии трагических событий в Украине. Вот баррикада времен революции. Достоинства. А здесь оккупация Крыма. Дальше был Иловайский котел, бои за Дебальцево и Донецкий аэропорт. Кто-то принес манекен, кто-то вещи с Майдана, кто-то шлем Беркута, патроны, кто-то манекен. Пока что все, что здесь есть, это то, что нам удалось собрать. Так начался процесс пополнения музея и он продолжится. От рождения идеи до открытия музея прошло около полутора лет. Организаторы планируют пополнить коллекцию и надеяться. Уже в скором времени тут появится стенд украинской победы. Алена Клюску, Руслан Белозеров, UATV.